Человеческие клетки, которые способны были бы дольше нескольких дней выживать отдельно от организма, были мечтой многих исследователей. И в большую науку эти клетки попали совершенно случайно. Они были взяты у женщины по имени Генриета Лакс, которая вскоре после этого умерла. Но культура клеток, убившей ее раковые опухоли, оказалась незаменимым инструментом для ученых. Название линий клеток Хела образовано от имени Генриеты Лакс, женщины, у которой эти клетки были взяты для гистологического исследования из опухоли шейки матки. В октябре 1951 года носительница опухоли скоропостижно умерла. Ученый Джордж Гай, изъявший клетки без ведома и согласия женщины, заметил, что они могут делиться очень быстро, а также неограниченное количество раз, в отличие от обычных клеток, для которых существует предел Хейфлика. Для большинства человеческих клеток он составляет 52 деления, после чего клетка больше не делится. Как и многие раковые клетки, в ходе мутации клетки Хела приобрели способность производить теломеразу, защищающую от ошибок при копировании. Еще одна особенность этой линии – большой набор хромосом. Как и у многих раковых клеток, некоторые хромосомы этой линии удвоены. Всего их может быть от 49 до 78, тогда как в норме в человеческих клетках их 46. Так получилось, что Генриетта умерла именно в тот день, когда Джордж Гай, выступая перед телевизионными камерами и держа в руках пробирку с ее клетками, заявил, что началась эпоха новых перспектив поиска лекарств и медико-биологических исследований. Вскоре в мире биомедицины клетки Хела стали столь же известны, как лабораторные крысы или чашки Петри. Основное преимущество Хела – неудержимый рост на простых питательных средах, что позволяет проводить масштабные исследования при минимуме затрат. Полученные в 1951 году опухолевые клетки делятся по сей день, переносят десятки лет в замороженном состоянии. На своей поверхности они несут достаточно универсальный набор децепторов, что позволяет использовать их для исследования действия различных цитокинов. Они очень неприхотливы в культивировании, хорошо переносят консервацию. За эти годы произведены тонны этих клеток и все они являются потомками клеток опухоли Генриеты Лакс. В 1955 году Хела стали первыми успешно клонированными человеческими клетками, что сделало возможным их неограниченную репликацию. А в декабре 1960 года клетки первыми полетели в космос в советском спутнике. Результаты показали, что Хела хорошо себя чувствует не только в земных условиях, но и в невесомости. С тех пор Хела использовали для клонирования, для отработки методов искусственного оплодотворения и тысяч других исследований. На них исследовали течение опухолевых заболеваний, динамику ВИЧ и воздействие на человеческий организм токсических веществ и радиации. Клей, косметика и другие виды продукции своей безопасностью для человека обязаны клеткам Генриеты Лакс. Кроме того, генетическое картирование развивалось во многом благодаря исследованиям именно клеток Хела. Без клеток линии Хела стала бы невозможна разработка вакцины против полиомиелита, созданной Джонасом Солком. Кстати, Солок был настолько уверен в безопасности полученной вакцины, что в доказательство надежности своего лекарства вколол вакцину себе, своей жене и троим детям. Личность самой Генриеты Лакс долгое время не афишировалась. Для доктора Гая, конечно, происхождение клеток Хела не было тайной, но он полагал, что конфиденциальность в этом вопросе является приоритетом и в течение многих лет семья Лакс не знала, что клетки Генриеты прославились на весь мир. Тайна раскрылась только после смерти доктора Гая в 1970 году. В 1976 году настоящая история клеток Хела была рассказана Майклом Роджерсом на страницах журналов Rowan Stone и Detroit Free Press спустя 25 лет после смерти Генриеты. В 1998 году Адам Кертис сделал первый документальный фильм об истории Генриеты Лакс. А в 2010 году медицинская журналистка Ребекка Склуд с помощью младшей дочери Генриеты Дебр написала книгу «Бессмертная жизнь Генриеты Лакс», попавшую в списке лучших книг года более чем в 60 изданий. Спустя 7 лет книгу экранизировали. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!